Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская и мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Рязанский «Титаник» – люди в одном из старых домов живут как на тонущем корабле. Полицейские должны сбивать сосульки. Для некоторых городов это правда, для других – вымысел. Об изменениях, которые повлияют на жизнь россиян, начиная с 1 декабря. Пчелки не жалят, а лечат. Альтернатива современным лекарствам или что такое апитерапия. И в Рязани появится уникальная православная икона. Считается, что она способна помочь людям справиться с алкогольной зависимостью. Список проблем, с которыми могут столкнуться жители старых домов, продолжает расширяться. На этот раз людям, живущим на первом этаже здания, приходится мириться с тем, что их постоянно заливают жители второго этажа. Ситуация накалилась до предела. К тому же она не так проста, как кажется на первый взгляд. Улица Гоголя, дом 7А. Можно смело сказать, что снаружи здание выглядит куда лучше, чем внутри. Облупившийся потолок, ржавые трубы и большие трещины. Все это – результат затопления соседями со второго этажа. У нас лед с наглого вода, у нас заливается старой машинки, невозможно зайти в туалет, там просто по щиколотку воды. И из-за этого стены мокнут и отваливаются, гниют. К сожалению, такие протечки стали привычным делом. Владислава приобрела квартиру в этом общежитии год назад. И все это время с потолка текла вода. Она сделала съемки на свой телефон для того, чтобы зафиксировать, какие лужи порой бывают в их доме. Вот буквально на днях мы поставили новую трубу. И вчера опять на потолке новое пятно мокрое. То есть вода нашла какую-то другую лазейку, начала просачиваться. Где стояк стоит, был потолок ровный. Сейчас он уже от влаги намок, набухает и уже провис. То есть, гляди, он может упасть. Туалет, ванная, кухня и прачечная. Именно в этих местах вода стекает с потолка. По разводам и трещинам сейчас слегка можно определить места, где проходят трубы на втором этаже. Побелка отваливается большими кусками. Стоит лишь сильно хлопнуть дверью. Жители уже не раз общались с соседями со второго этажа. И все бессмысленно. Там живут только квартиранты. Платить за ремонт труб они отказываются. А затопления продолжаются с прежней периодичностью. Буквально неделю назад тут лилось. Мы сейчас перекрыли воду на втором этаже. Воды нет холодной. Потому что если они будут опять включать воду, у нас будет литься. Все вот эти разводы, затопы у нас отваливают в стены по кускам. Ремонтировать систему коммуникации жители дома сами отказались. И тогда они обратились в ЖЭО. Здесь начался настоящий ужас. Я ходила в ЖЭО четыре раза за неделю. Просила у них, чтобы они дали нам мастеров. На что они сказали, что они не обязаны делать. Это места общего пользования. Потом диспетчер мне сказал, что эта услуга будет платной, чтобы нам сделать все трубы. Я сказала, покажите мне бумагу, где написано, что это платно. Они мне не дали эту бумагу. Потом я добилась, чтобы пришли ко мне мастера. Но они пришли ночью и в неадекватном состоянии. Сказали то, что они как освободятся, так придут. У них много заказов. И я предположила, говорю, через три месяца вы можете прийти. Они говорят, да, мы можем и через три месяца прийти. Ситуация складывается крайне неприятно. Жителям первого этажа не помогает ни управляющая компания, ни соседей сверху. Что им делать со своей проблемой, для них этот вопрос остается загадкой. В свою очередь, директор ЖЭО в ближайшие дни согласился дать интервью нашей съемочной группе по поводу сложившейся ситуации. Также телеканал направил запрос в Рязанскую единую городскую ассоциацию защиты прав потребителей. Мы будем держать вас в курсе происходящих событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Зима наступает, и на улицах города появляются первые сосульки. Некоторые из них уже начали приносить большие проблемы россиянам. Так, в Саратове женщина была госпитализирована после того, как на нее упала сосулька. Она получила закрытую травму черепа и сотрясение головного мозга. В свою очередь, в Питере уже сейчас формируется новое спецподразделение для ликвидации сосулек. В него войдут представители полиции. Осторожно сосульки. Из-за неустойчивой погоды на крыше города образовалась ледяная угроза. Администрация привела в порядок центральные улицы Рязани. Однако до дворов коммунальные службы еще не добрались. Средства безопасности – это, скорее всего, просто не ходить под карнизами. А так, да, я слышал, что в прошлом году там какие-то смертельные случаи были, даже в Рязани. Где они висят, там огорожено, там мы не ходим. А где не огорожено, там тоже не ходим, если висят. Смотреть, только надеяться на себя и обходить. Мы бессмертны. В Северной Финляндии с сосульками на крышах борются организационными методами. Их обязаны избивать хозяева зданий или дворники. А служба ЖКХ лишь контролирует эту работу. В России решили пойти дальше. В Санкт-Петербурге появился полицейский отряд, борющийся с ледяной угрозой. Рязанцы с такой инициативой не согласны. Это не хватит моей должностной обязанности, это, во-первых. Поэтому, как я боюсь, забивать сосульки. Мы слишком плотная графика для этих дел. Это уже ни к чему. Это что-то смахивает на субботник коммунистический. Только еще, если полиция будет сосульки сжимать. Нашемешное заявление оказалось простым внутренним приказом по уборке зданий полиции, которые неправильно истолковали активисты. На вопрос о том, кто же в Рязани должен заняться проблемой опасных крыш, жители ответили единогласно. Благоустройство города, городские власти. Мы не очень в следующих этих вопросах. Не только коммунальные должны отвечать за них, а еще службы и, может быть, владельцы самих зданий. Те, которые направлены на это, у которых специальность по уборке сосульок есть. Я думаю, это опасно. Если граждане обычные будут убирать сосульки, поэтому, я думаю, они должны сами это делать. Мы с вами, во-первых, на крышу не залезем. Это раз. Там допуск должен быть. Даже не любой дворник туда залезет. Опять же, нужен допуск. Опять же, это должна быть как-то обеспечена безопасность. А то вместе с сосулькой слечит и дворник. Пока предлагаемые способы борьбы с обледенением сводятся либо к постоянному нагреву крыши, либо к использованию специальных методов удаления сосулек и наледи. Например, с помощью лазера. Однако это требует больших затрат. Самым эффективным инструментом по-прежнему остаются обычные лопаты и ломы в руках дворников. Но лазить на крыше каждый день они не могут. Поэтому вопрос о том, как решить проблему без ущерба для бюджета, остается открытым. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Россияне уже привыкли, что с началом нового месяца в силу вступают изменения в законодательстве. Так, теперь отсутствие буквы «Ш», которую необходимо было приклеить на автомобиле с шипованной резиной, приведет к реальному штрафу. Кроме того, до 1 декабря всем россиянам, которые владеют землей, домами, квартирами, транспортными средствами, включая не только машины, но также, например, яхты или снегоходы, необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Юридическим лицам при уплате налогов следует быть внимательнее с корреспонденцией от налоговой службы. Хорошие новости ждут пассажиров общественного транспорта, поездки на нем должны стать более безопасными. С первым зимним месяцем в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. К тому же, с 1 декабря проезд в Рязани подорожает и составит 23 рубля за билет. Также с началом месяца будет введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Об этом стало известно еще в середине ноября. Тогда в Россельхознадзоре объявили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста. Еще одно ограничение на покупочном фронте коснется, в первую очередь, мебельщиков. С 1 декабря 2017 года в рамках госзакупок можно будет приобретать только мебель, произведенную в России или странах ЕАЭС, что в перспективе должно привести к росту отечественного рынка мебели и, соответственно, снижению цен на продукцию. Сразу два изменения в начале зимы будут введены по инициативе Минстроя России. Так, ведомство представило методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017 года должны были провести перерасчет. Более прозрачными также могут стать цены на рынки строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров, в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование и элементы конструкции. Что касается здравоохранения, клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению акушерства и гинекологии, больше не могут производить аборты. Для этого необходимо иметь специальную лицензию. Рязанские школьники смогли узнать о востребованных на рынке труда профессиях. В детском технопарке представители крупных предприятий, университетов и образовательных учреждений рассказали о направлениях, которые наиболее востребованы на сегодняшний день. Всего молодежный профориентационный конвент собрал около 600 учащихся. В детском технопарке школьники пытаются определиться с будущей профессией. Основная задача для организаторов кванториума – ранняя профессиональная ориентация и подготовка кадров под нужды будущих отраслей экономики. Нам предстоит построить новую современную экономику. Нам предстоит построить, по сути, новый современный город. Конечно, делать это будете вы. И наш город нуждается в современных, высоко профессиональных, умных, увлеченных кадрах. Кванториум в бывшем кинотеатре «Дружба» открылся осенью этого года. Сегодня площадка является платформой для детей, увлеченных роботами, точными науками, физикой и аэродинамикой. Сейчас в технопарке занимаются около 800 детей. Технопарк кванториум – это площадка для формирования мышления учеников. И это не площадка для такой голой профориентации, а это площадка для того, чтобы ребенок смог понять, чем ему заниматься в жизни и насколько профессия инженера ему близка. Наиболее интересными площадками для подростков стали направления по робототехнике, а также медицине. Мы рассказываем лишь небольшую часть о наших достопримечательностях, можно сказать. О том, что у нас есть интерсимуляционное обучение – одно из направлений нашего вуза, где ребята могут попробовать себя в роли будущего врача. Попробовать себя в роли хирурга, в роли реаниматолога, спасти человека, если ему плохо, обструкция верхних дыхательных путей, либо остановилось сердце. Такие встречи учащихся с представителями образовательных учреждений и крупных предприятий проводятся в Рязани в пятый раз. На площадке детского технопарка впервые, но планируется сделать их регулярными. В Рязанском гаражном кооперативе «Десантник», который расположен в Октябрьском городке, произошел пожар. Загорелись боксы и два автомобиля. О том, как спасали имущество, расскажет Галина Ершова. Дорогие автомобили пытались спасти от пожара. 27 ноября в гаражном кооперативе загорелись боксы, переделанные под автосервис. По словам очевидцев, перед возгоранием прогремел взрыв. Воспламенился стоявший около печки баллон с кислородом. Сообщение о загорании в гаражном кооперативе в городе Рязани поступило в 15 часов 21 минуту. К месту пожара было направлено три пожарных расчета. В результате пожара огнем повреждено три гаражных бокса на общей площади 100 метров квадратных. Очевидцы не дождались приезда пожарных. Общими усилиями они постарались спасти «Лексус». Для этого сначала использовали тросы, затем решили, что справятся вручную. Машину удалось спасти, у нее обгорели фары, пластиковые модули, а кузов обуглился. В тушении пожара участвовало три пожарных расчета, привлекалось 13 человек. К государственной противопожарной службы. В результате пожара два автомобиля уничтожены огнем, еще два частично повреждены. Официальной версии пожара пока нет. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В нашей стране отметили 300-летие полицейско-милицейских формирований России. В рамках празднования этой даты рязанские полицейские устроили патриотическую встречу с жителями Скопинского и Милославского районов Рязанской области под названием «Рязань – наш безопасный дом». Подробнее об этом расскажет Валерий Седов. Этот богатый эмоциями праздник всем присутствующим гостям запомнится надолго. Начался он с показательных выступлений бойцов спецназа «Гром». Они продемонстрировали способы задержания вооруженных преступников. После зрелищного выступления школьники с восторгом делали памятные фотографии с бойцами спецподразделения рязанской полиции. Некоторым счастливчикам даже удалось подержать в руках огнестрельное оружие. Патриотический праздник под названием «Рязань – наш безопасный дом» продолжился в Доме культуры, где состоялся концерт. Сегодня среди зрителей немало тех, у кого родные или знакомые служат в полиции, участковом, в уголовном розыске или в подразделениях по делам несовершеннолетних. И каждый из них в любую минуту готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Полицейский вокально-инструментальный ансамбль «Диапазон», хореографическая студия «Стиль» и солистки культурного центра ОМВД России Паризанской области подарили местным жителям свою новую программу выступлений, которая не оставила никого равнодушным. Зрители наградили артистов громкими аплодисментами. По окончанию творческой программы главы Скопинского и Милославского районов поблагодарили руководство ОМВД России Паризанской области за прекрасный подарок жителям районов и передали от лица земляков благодарственные письма. Все гости остались довольны проведенным познавательным мероприятием. Вместо витаминов пыльца, вместо обезболивающих пчелиный яд, вместо успокоительных – маточное молочко. Большинство лекарственных препаратов, которые мы используем, можно заменить продуктами пчеловодства. Когда можно к ним прибегать и что такое апитерапия, узнавала Алена Куклева. Оказывается, самые злые насекомые считаются самыми полезными, несмотря на развитие медицины высоких технологий. Этот традиционный метод лечения не только не сдает своих позиций, но порой является единственной альтернативой при лечении некоторых заболеваний. Врезание пчелоужаления практикуют в кардиологическом диспансере на протяжении 15 лет. При лечении таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, нарушение ритма, но и при заболеваниях связано с другими органами и системами. То есть хронические заболевания легких, бронхиальная астма, заболевания опорно-двигательного аппарата или, как они сейчас еще называются, дорсопатии. То есть лечим остеохондроз, артрозы и острые травмы. По словам специалиста, укус пчелы снимает болевой синдром во много раз эффективнее, чем, например, обезболивающие препараты на основе опиума. Пчелиный яд оказывает, благодаря своему богатому белковому составу и ферментному, выражены противовоспалительно обезболивающие действия. Но если сравнить, например, пчелиный яд с анальгеном, то он раз в 10 сильнее, чем анальген. Поэтому ведутся работы по выделению определенного вещества белкового, которое оказывает обезболивающий эффект. Очень хороший рано заживляющий эффект у пчелиного яда. Лечатся им трофические язвы, варикозная болезнь. Пчелиный яд разжижает кровь, нормализует артериальное давление, обладает выраженным противосклеротическим действием. Заставить пчелу вонзить свое жало проще простого. Когда ее берут пинцетом, она очень сердится и в порыве гнева впивается жалом в место, которому поставлено. Дотрагиваемся до кожи, пчела проводит сама укус или пчелу, ужаление. При этом часть яда сразу выделяется в организм, а часть в течение 30 минут. Вся процедура занимает 30 минут. Сама пчела удаляется сразу, как только укол жалом сделан. Некоторое время оно продолжает работать, поставляя яд из резервуара в организм человека. Вот сама процедура проведена. Пчелку мы убираем, а жало остается в теле. Видите, она сокращается и из резервуара выбрасывается апитоксин, который оказывает непосредственно лечебные действия. А сама пчела отправляется в емкость с надписью «Отработанные». После выполнения своей благородной миссии ей суждено погибнуть. Кстати, известен факт, что среди долгожителей пчеловоды составляют 80%, а пчелиный яд входил в состав эликсира молодости в Древней Индии. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Икона Божьей Матери Знамения является одним из самых почитаемых образов в мире православия. На святом изображении мы видим Пресвятую Богородицу с распростертыми руками, ее ладони раскрытые в заступнической молитве. Этот чудотворный образ был назван в знак милости Царицы Небесной к простым верующим людям. Особый образ Знамения Богородицы Корчемная. Она помогает страждущим от алкогольной зависимости. И обратиться к ней за помощью смогут верующие в нашем городе. Ведь скоро чудотворный образ прибудет в Николаимской храм. Первое сообщение о чуде, которое свершилось благодаря лику икона Знамений Пресвятой Богородицы Девы Марии датируется 1170 годом. Все времена под предводительством Андрея Боголюбского под стены Новгорода пришли князья, чтобы его завоевать. Так стали молиться новгородцы о помощи Господу Богу. А на третью ночь Илья, архиепископ Новгородский, во сне услышал голос, призывающий взять образ Пречистой Девы в церкви Спаса Преображения и вынести его к городской стене. Битва была жестокая, и одна из вражеских стрел попала прямо в иконописный образ. И все увидели, как из глаз Богородицы потекли снизинки. Это и было знамением Царицы Небесной, и народ, уверовав, победил врагов. В честь заступницы архиепископ Илья и установил праздник Знамения Богородицы. Традиция сохранилась по сей день. Православные отмечают праздник в честь почитания чудотворной иконы 10 декабря. Существуют разные списки икон и знамения. Один из них – Знамение Корчемное. Об иконе Божьей Матери Знамения Корчемной предание повествует следующее. Необыкновенно чудесная история произошла с одной вдовой, женщиной, которая была одержима тяжким недугом пьянства. Она расточила, продала все свое имение, так как была одержима этим недугом. И когда у нее осталась одна только икона, ее фамильная святыня, которая находилась в Красном углу, она сняла ее и отнесла тоже в Корчемницу, то есть в заведение пятийное. И благоговейный верующий человек, Корчемник, сначала не хотел ее даже брать, но все-таки взял эту икону, боясь, что она куда-то еще ее денет. И поэтому он взял икону, вдова протрезвела и с ужасом осознала, какой тяжкий грех она совершила. Главную святыню она пропила свою. И вот она вернулась к Корчемнику, тот вернул ей икону, и впоследствии, когда на следующий день вдова проснулась, она увидела, что иконы нет на прежнем месте. Она исчезла и переместилась чудесным образом вновь в Корчемницу. Вскоре пришла к нему вдова и рассказала об исчезнувшей иконе, а Корчемник показал на святой образ и со слезами благоговения, сказал, вот она, Царица Небесная, сама спроси ее, как она здесь оказалась. В слезах возвратилась вдова домой, но молитвами Пресвятой Богородицы с этого времени от пьянства исцелилась. С тех пор икона, получившая в народе наименование Явленой Корчемной, пребывала в Корчемнице до ее закрытия в 1850 году. Эта корчма, она находилась недалеко от площади Бакинских комиссаров, рядом с Кремлем. Да, здесь в Рязани она находилась, эта корчма. И впоследствии народное почитание было таково, что из этой корчмы сделали часовню. Фактически люди приходили, там горела неугасимая лампада, и в конце концов это превратилось в такое место паломничества. И очень многие люди получали исцеление от тяжкого недуга пьянства. Много чудес и исцелений произошло по молитвам перед иконой Пресвятой Богородицы Знамения Корчемной. Желающие могут поклониться, прийти, помолиться о своих родственниках, и сами тоже страждущие люди могут попросить у Царицы Небесной исцеления. Так что я думаю, что стоит воспользоваться такой дивной возможностью, потому что в Иоанн Богословском монастыре тоже эту святыню не так часто вносят. А здесь вот видите, город наш, она пребывает, и я думаю, что надо этим воспользоваться, потому что практически в каждой семье, к сожалению, есть, почти в каждой семье, есть человек, который так или иначе страдает от этого недуга. Ныне чудотворный образ Божьей Матери прибывает в Святой Иоанна Богословском монастыре Рязанской епархии, а 2 декабря образ прибудет в Христорождественский собор Кремля, где перед ней пройдет всеночное бдение. А после на неделю икона прибудет в Николайемской храм, где попросить у Девы Марии о помощи могут все, кому она необходима. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok